Привет всем! Привет фотографы и видеомейкеры! Несмотря на то, что в названии говорится только о фотографах, но какой фотограф сейчас не любит поснимать видео, и какой видеомейкер откажется пофотографировать? Итак, пришло время отказаться от своих вредных привычек и привести в порядок свои фотографии в 2020 году. Отправляйте следующее десятилетие, вооружившись знаниями. Смотрите этот ролик обязательно до конца, и очень внимательно, чтобы не пропустить самый ценный совет. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, а также ставьте лайк. Итак, поехали! Первое. Перестаньте ожидать, что работа появится сама собой. Вы снимаете несколько фотографий, размещаете их на своем сайте, в социальных сетях, добавляете необходимые хэштеги, общаетесь с другими фотографами в онлайн-сообществах, оставляете несколько неприятных комментариев к статье, а затем задаетесь вопросом, почему у вас недостаточно клиентов. Мои дорогие коллеги-фотографы, вам нужно понять, что такое маркетинг и выяснить, как заставить его работать на вас. Вам нужно понять, кто ваш клиент и создавать рекламные объявления в тех местах, где они проводят время. Вам нужно делать это все время. Неэффективно изредка выбрасывать рекламу на Facebook, а затем ожидать, что клиенты появятся у вашей двери. Вы можете получить несколько случайных вакансий, но если вы не будете рекламировать себя потенциальным клиентам и отслеживать их, вы не будете зарабатывать достаточно, чтобы хватало на жизнь. Вам нужно развивать отношения с клиентами, вам нужно отслеживать людей, которые покупают работу, подобную вашей, и тащить их к себе. И вы должны делать это последовательно и постоянно. Как только вы прекращаете рекламу, это лишь вопрос времени, когда поток клиентов упадет до минимума или полностью иссякнет. Итак, перестаньте сидеть сложа руки, ожидая, что клиенты просто появятся. Идите и найдите их. 2. Хватит тратить деньги неправильно. Вы действительно нуждаетесь в другом объективе или другом крутом гаджете. Эти вещи могут быть потрясающими и полезными, когда они действительно необходимы. Но стоит посмотреть, куда вы тратите свой доход, чтобы узнать, действительно ли эти расходы приносят пользу вашему бизнесу. Могли ли эти тысячи долларов быть потрачены на рекламный план, на портфолио, обучение. 3. Найдите время, чтобы взглянуть на свой бюджет и убедиться, что ваши деньги действительно расходуются на то, что выведет вас и ваш бизнес на новый уровень. И прекратите тратить деньги на вещи, которые на какое-то время кажутся вам приятными, но не оказывают длительного влияния на вашу работу. 3. Перестаньте беспокоиться о том, какие настройки используют другие фотографы. 4. Смотрите, мне понятен ваш импульс. Вы видите отличное изображение и хотите знать, как оно было сделано. Но проблема в том, что каждое изображение снято в уникальном наборе обстоятельств. И слишком много перемен, чтобы полагаться на один набор чисел, чтобы понять, как и почему была сделана фотография. В настройках не так много информации об изображении, как вы могли бы надеяться. Вы узнали бы намного больше о создании фотографии, если бы спросили фотографа, почему они выбрали настройки, которые они использовали. В конце концов, именно эти креативные решения являются причиной окончательного результата и дадут вам гораздо более полную картину того, как было сделано изображение, чем числа, которые можно объединить несколькими различными способами для хорошо экспонированной фотографии. Если это видео наберет 500 лайков, я сделаю ролик о том, как, глядя на фотографию, понять, какая световая схема была использована. Поэтому, если интересно, ставь палец вверх. 4. Хватит беспокоиться так много о снаряжении. Этот новый объектив не сделает тебя лучшим фотографом. Только практика и опыт могут сделать это. Поймите меня правильно, есть абсолютные причины покупать новое снаряжение или улучшать то, что у вас есть. Иногда нам действительно нужен более быстрый объектив или с улучшенными возможностями при слабом освещении, или более легкий корпус, или компьютерная программа. Но самая важная часть работы фотографа – это то, что у вас между ушей, а не то, что у вас в руках. Вам не нужна лучшая камера на рынке, чтобы быть лучшим фотографом, каким вы можете быть. Вам не нужны самые дорогие объективы, чтобы получить лучшие снимки. Вы должны понимать свет, знать возможности своего снаряжения и уметь мыслить творчески. Вы не становитесь меньше фотографом, потому что у вас старое оборудование, неорелигинальные вспышки или дешевые объективы. Если вы используете то, что у вас есть, и свои возможности, вы сделаете потрясающие фотографии. Пятое. Перестаньте пытаться избежать неудачи. Народная мудрость. На ошибках мы учимся. Неудача – признак того, что мы пробуем что-то новое, расширяем наши зоны комфорта и растем. Соблазительно все настроить так, чтобы мы никогда не терпели неудачу. Но отсутствие неудачи означает отсутствие попыток. Я не говорю и не призываю, что вы должны пробовать сумасшедшие, непроверенные вещи со своими клиентами. Но вы должны выделить время, чтобы попробовать то, что позволяет вам потерпеть неудачу. Вы никогда не знаете, что вы поймете или как эти неудачные эксперименты могут изменить и улучшить вашу работу. Очень успешные люди не боятся рисковать ни в своих творческих занятиях, ни в своем бизнесе. В этом году попробуйте то, чего вы избегали, потому что боялись потерпеть неудачу. Это может научить вас чему-то бесценному. Что еще более важно – это может научить вас быть смелым. Шестое. Хватит измерять свою ценность лайками. Проверка в социальных сетях – это хорошо, но это ни в коем случае не конец всей жизни, фотографической жизни. Что важнее, чем любит Инстаграм, так это то, что ваши клиенты думают и говорят о вашей работе. Некоторые из наиболее успешных фотографов практически не представлены в социальных сетях, потому что они проводят все свое время работая, занимаясь рекламой и общаясь со своими клиентами. Они общаются в реальной жизни, а не просто сидят в Facebook. То, как случайные люди бездумно реагируют на ваши фотографии, не является гарантией того, как отреагируют ваши клиенты. Вместо того, чтобы измерять успех по лайкам, попробуйте измерить его по счастливым клиентам. Седьмое. Хватит гоняться за тенденциями. Если вы тратите все свое время на погоню за тенденциями, вы никогда не найдете время, необходимое для создания работы, которая бы представляла вас как художника или ремесленника. Ваша работа никогда не будет чем-то большим, чем бесконечное повторение избитой темы. Вместо этого, потратьте время на то, чтобы выяснить, кто вы как фотограф, что вы любите и что побуждает вас взять камеру и сосредоточиться на создании работы, которая представляет вас. Поэтому вместо того, чтобы клиенты нанимали вас копировать то, что они видели в социальных сетях, они будут нанимать вас на работу, которую вы можете производить. Восьмое. Прекратите унижать молодых фотографов. Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте это делать. Мы все когда-то и где-то начинали. В течение первых двух лет большая часть нашей работы была полным дерьмом. Но мы упорствовали. Чаще всего с помощью добрых фотографов, которые знали намного больше, чем мы. И наша работа стала чем-то, за что нам уже не стыдно. Но если вы проводите свое время в социальных сетях тролля других фотографов, особенно молодых, то вы просто придурок. И ваше поведение это лучшее тому доказательство. Не только тратите свое время на то, чтобы сделать что-то непродуктивное, но и на кого-то, кто просто делает все возможное, используя то, что он знает. Мы не можем жаловаться на ядовитое общество, а затем относиться к новым членам, как к нежелательным. Так что прекратите, я серьезно. Девятое. Хватит сомневаться в себе. Это стоит повторить дважды. Есть так много причин сомневаться в себе. Вы не фотографировали очень давно. У вас нет дорогого светильного оборудования. Другие люди лучше, в кавычках, чем вы. Вы не можете заставить то, что у вас в голове появится в ваших фотографиях. Или у вас есть трудности, которые кажутся, что другие фотографы не имеют. Я могу уверенно сказать вам, что у каждого фотографа есть эти сомнения. Или он боролся с теми же вещами, с которыми вы боретесь. Вы не одиноки. Нет такого понятия, как фотограф, у которого все это есть. Который никогда не борется или всегда уверен в себе. Если фотографы, которыми вы восхищаетесь, могут сделать работу, которой они гордятся, вы тоже можете. Если они сделали это, вы тоже можете. У вас есть чем поделиться с миром. И есть кто-то, кому нужно это увидеть. Итак, продолжайте творить и перестаньте сомневаться. Десятое. Хватит ожидать немедленного успеха. Когда мы смотрим на фотографов, которые кажутся успешными, легко ошибиться, думая, что они всегда были на вершине. Мы смотрим на нашу собственную карьеру. Столько лет, полных борьбы. И спрашиваем себя. Почему мы еще не сделали это? Затем мы впадаем в творческую депрессию. Потому что, несмотря на всю нашу тяжелую работу, у нас все еще есть проблемы с оплатой наших счетов. Но успех, какой бы форме он ни находился, сложен. И не приходит в одночасье. Это результат тяжелой работы с течением времени плюс доля удачи. И это редко случается с любыми двумя людьми одинаково. Дорога, по которой пошел ваш кумир, не будет той, которая вам подходит. И борьба, с которой он столкнулся, не будет той, с которой вы столкнетесь. Но, независимо от того, займет ли это у вас 5, 10 или 20 лет, я могу гарантировать, что под каждым успешным фотографом лежат горы неудач, неудач и неуверенности в себе. Они не добились успеха за одну ночь. Они сражались в каждой битве, были сбиты с ног и снова поднимались на ноги. И вы не можете просто встать один раз. Вы должны подниматься на ноги снова и снова, снова и снова. Итак, перестаньте ожидать, что вы немедленно добьетесь успеха. Это миф. В игру должны войти несколько факторов. Но в одном вы можете быть уверены, что это тяжелая работа с течением времени. Не сдавайтесь. Это будет борьба, но это того стоит. Я знаю, что в названии ролика говорится о 2020 годе. Правда в том, что каждый день, каждый час дает вам новый шанс стать лучшим фотографом и лучшей версией себя. Прилагайте усилия, не сдавайтесь. Запустите свою собственную гонку. Итак, какой совет вы могли бы дать фотографам в 2020 году? Пишите в комментариях. Это поможет распространить ролик. 10 лучших комментариев получат бесплатный купон на один из моих онлайн курсов. Ставьте лайк, делитесь видео, подписывайтесь и спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин